Плата за пользование недрами Ненецкого округа в 2016 году может вырасти. Необходимость увеличения арендных ставок обусловлена существенным снижением размера поступлений арендных платежей за земельные участки, которые предоставлены недропользователям региона. Речь идет о землях промышленного и специального назначения, расположенных на межселенных территориях Заполярного района. Арендная плата субъектов торговли в населенных пунктах округа, наоборот, будет снижена в разы. Новые арендные ставки обсудили на заседании администрации региона. Пересмотреть арендные ставки за пользование недрами региона было решено после существенного снижения доходов Заполярного района, которое во взаимосвязи с нормами постановления правительства РФ обязывает регионы рассчитывать арендную плату за земельные участки, предоставленные пользователям недр согласно ставке в размере 2% от их кадастровой стоимости. Вместе с тем, как свидетельствуют фактические обстоятельства, нефтегазовый сектор в Ненецком автономном округе используют земельные участки не только для непосредственной разведки и добычи углеводородов, но также для создания необходимой инфраструктуры в целях оптимального функционирования нефтепромыслов и транспортировки добываемого сырья. К элементам инфраструктуры относят в частности нефтепроводы и зимние автодороги недропользователей. За эти земельные участки они платят ту же арендную ставку в размере 2% от их кадастровой стоимости, при том, что вышеупомянутые объекты недропользования не входят в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Минэкономразвития. Следовательно, к таким земельным участкам регион вправе применять иные арендные ставки. Представитель отдела государственного земельного контроля также отметил, что площадь земельных участков на межселенных территориях Заполярного района, на которых нефтяники размещают объекты трубопроводов и автозимников, почти 4406 гектар. С учетом необходимости минимизации в 2016 году выпадающих доходов консолидированного окружного бюджета, проектом рассматриваемого постановления предлагается установить для названных земельных участков ставку в размере 5 рублей 90 копеек за один квадратный метр их площади. Такая арендная ставка позволит привлечь в казну региона 259 миллионов рублей, в разы больше, чем в текущем году. Согласно тем же мартовским поправкам, земельный кодекс в регионе была установлена новая, единая для всех ставка за аренду земли под торговые объекты в размере 1,5% от кадастровой стоимости. Новая ставка снизила нагрузку на предпринимателей почти в два раза, чего не скажешь о субъектах торговли на селе. Для них нагрузка увеличилась почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. В этой связи ставку арендной платы за земельные участки под объекты торговли в сельских населенных пунктах планируется установить, предлагается установить в размере 0,3% от кадастровой стоимости земельных участков. Принятие таких мер позволит в 2016 году снизить возложенную на предпринимателей арендную нагрузку на 753 308 рублей 81 копейку. Такое снижение администрация региона посчитала справедливым. Этого добивались и сами хозяйствующие субъекты, и Окрпотребсоюз, и уполномоченные по правам предпринимателей региона. Безусловно, в условиях, когда окружной бюджет, фактически приняв новое положение по аренде, теряет в виде выпадающих доходов сотни миллионов рублей, это решение, оно ведь далось окружным властям очень непросто. В целом по году цена вот этого вопроса по аренде торговли сельской, это минус 750 тысяч из окружного бюджета в следующем году. И в последующие годы это надо понимать. С 2016 года 12 потреб общества и 24 прочих организаций, ИП и ООО, которые имеют торговые объекты в сельских населенных пунктах, будут платить арендную плату за земельный участок под своим торговым объектом в пять раз меньше, чем платили в течение девяти месяцев текущего года. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.